Добрый день! Сегодня у нас будет обзор на плитку электрическая Endeavor Skyline EP18W белого цвета. Она была куплена в магазине onlinetrade.ru Рекомендую данный магазин, потому что там можно реально купить товары со скидкой до 30%. Плитка поставляется вот в такой вот красивой упаковочке. Когда выбирал, у меня была задача купить максимально мощную плитку с одной комфоркой на даче. Потому что две одновременно комфорки включенных может не потянуть электрическая сеть на даче. Поэтому взял максимум 1500 ватт. Именно не с какой-то такой витой спиралью, а в виде вот такой плоской поверхности я взял. Естественно, с регулятором температуры. Много моделей есть на рынке, но мне кажется, что все они делаются на одном заводе в Китае. А стоимость определяется лишь качеством упаковки. Но для другой, более дешевой модели, я почитал в отзывах, что есть случаи, когда сломался выключатель контроля температуры и плитка перегревалась. То есть нужно было постоянно контролировать, чтобы она не сгорела, чтобы не было риска пожара. Поэтому взял модель чуть подороже. Давайте ее сейчас распакуем и посмотрим, что же там внутри. Ну а пока посмотрим, что же здесь на упаковке написано. Пять режимов регулировки температуры, световой индикатор работы, чугунная комфорка 1000 ватт почему-то уже. С другой стороны написано, вот видите, здесь написано 1000 ватт, а здесь написано 1500 ватт. В общем, чему верить, непонятно. Вот, видимо, это с какой-то другой модели здесь осталось. Вот, и здесь снова написано 1500 ватт. Пять режимов регулировки температуры, индикатор работы, встроенный термостат, корпус из высококачественной стали, хотя по другим данным это чугун, прорезиненные ножки, быстрый нагрев. Цвет белый, вес 1,3 килограмма, на сайте написано, что 1,8 килограмма, диаметр комфорки 18,5 килограммов, зачем-то частота тока указана. Вот, естественно, это 220 вольт. Вот, и все это производится в Китае, естественно, под брендом Швеция. Значит, здесь, видимо, ножки нам придется самим вставлять. Вилочка такая нормальная. Вот, какая-то она немножко, видите, здесь дефект какой-то. Первый раз такое вижу. Ну, я думаю, будет удобно вытаскивать. Провод такой более-менее толстый. Вот так вот она стандартно упакована. Давайте сейчас вставим ножки. И будет у нас контрольный тест. Мы попытаемся засечь, за сколько она разогреет нам 250 миллилитров воды. Вот, обратите внимание, какое низкое качество сборки. Видите, какое здесь расстояние, да, и какое здесь. То есть, она какая-то все перегнутая. Наверное, при прочих равных я бы рекомендовал брать именно черного цвета, да, потому что белый немножко, конечно, марковатый. Вот, регулятор вращается легко, без щелчков. Сейчас буду ножки прикручивать. На оборотной стороне есть у нас такие вентиляционные отверстия, и ножки просто вставляются. Естественно, никакая отвертка вам не потребуется. Вот, металл здесь люфтит. Вот его можно так нажимать, и он расходится. То есть, она какая-то странная. Вот, длина провода всего лишь 65 сантиметров. Вот, мне кажется, это маловато. Виден даже сварной шов. Поверхность такая ревристая. Ну, никаких, естественно, вольтметров, амперметров у меня нет. Поэтому мощность я вам не померю ее. Но давайте включим на максимальную мощность. Вот, лампочка загорается. Ставим сюда обычную такую ковшик. И заливаем 250 примерно миллилитров воды комнатной температуры. Ну, может, градусов 15. Вот, и ждем, когда это все закипит дело. Вот, специально снимаю на одном кадре, чтобы вы могли убедиться, что это все работает. И посмотреть, оценить время. Значит, мощность у нас максимальная, 5 единиц. Единиц. Вот, давайте смотреть. Вот, думаю, не зря ли я купил эту плитку за 930 рублей. Но, правда, она у меня обошлась со скидкой 30%. Вот, поэтому вышла все-таки дешевле. Может быть, стоит покупать такие плитки российских производителей, если они еще остались. Вот, но предыдущая плитка, вот, советская, она у меня просто на даче заржавела. Пришлось ее выкинуть. Посмотрим, что будет с этой. Ну, что она? Вроде так нагревается, да, так горяченькая становится. Вот, надеюсь, не будет никаких запахов пластика и так далее. Вот эти, наверное, здесь тоже немножко прогреваются. Лампочка светит, но никаких звуков не издает она. Никаких щелчков там, я не знаю. То есть, можно здесь менять мощность. И щелчок небольшой только, когда выключаешь. Вот, и вот этот вот терморегулятор как раз по отзывам. Хотя, вот, небольшой запах появился. Вот, видимо, там есть небольшие вначале остатки масла. Вот, видите, даже такой дымок пошел от плиты. Возможно, вы видите тоже на видео. Вот, появились небольшие пузырьки. На поверхности жидкости. И видите, такой дымок идет. Ну, что-то уже пар пошел из воды. Ну, то есть, в принципе, она справляется с своей задачей. Достаточно мощная плитка. Ну, в принципе, она уступает по мощности чайникам, которые бывают обычно 1,8 кВт. 2 кВт, иногда 2,2 кВт. Обычно их выпускают именно по мощности, чтобы они не перегревали стандартные сетевые удлинители, которые рассчитаны на 2,2 кВт. Рекомендуется использовать для данной плитки все-таки специальные, вот, как у меня, с толстым проводом удлинители с защитой от перегрева. То есть, там будет такой... Вот, видите, уже пар пошел. Шум начался. Вот такой вот отзыв. Ну, сколько по времени у нас заняло? Сейчас будет кипение интенсивное. Но никакого, естественно, автоматического отключения, наверное, у нас не будет. Или оно, в принципе, должно отключаться. Давайте посмотрим. Вот все это закипит, и будет ли это кипеть до бесконечности. И если, смотрите, сейчас мы будем уменьшать мощность. Она плавно регулируется, либо скачками. Ну, вот, что-то не видно. А вот при двоечке отключается. Вот, то есть, не при нуле, а при двоечке где-то здесь. При 2, 2 целых с небольшим. Интересно. Вот, насколько это регулятор мощности действительно плавный, либо он просто скачкообразный. А на самом деле здесь мощность не... Скорее всего, мощность меняется не плавно, а просто это датчик температуры регулирует нагрев. И она все равно пилообразно меняется. Ну вот, закипело у нас. Ну, конечно, немножко, я думаю, с чайником было бы быстрее. Разогреть. Там больше КПД у чайника, потому что непосредственный контакт. И здесь есть часть тепла, вот когда у нас площадь в кастрюле меньше, площади нагревательного элемента, часть тепла расходуется в пустую. Ну вот, посмотрим, сейчас тоже при двойке отключается. Ну вот, не меняется температура. То есть, сама электроника, видимо, дешевая здесь. Никаких здесь сложных инструментов управления нет. Никаких выпрямителей толка там и так далее, естественно, за такие деньги. Ну, в принципе, она вот справляется со своей задачей. Наверное, не стоит включать ее без нагрузки. Кстати, здесь есть инструкция по эксплуатации. Вот. Меры предосторожности и так далее. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. А вот здесь, интересно, уже при троечке отключается. Интересно.